В повседневной жизни мы замещаем область, находящаяся вне поля зрения, образами из нашей зрительной памяти или предположениями, которые позволяют нам воспринимать целостное изображение. Но что, если эти предположения оказываются неверными? Именно этим пользуются иллюзионисты, создавая так называемый обман зрения с помощью различных эффектов дыма и зеркал. В фильмах мы видим впечатляющие эффекты и не менее впечатляющие иллюзии. Это один из поведенов спутника. Но насколько он велик? То, что на экране кажется космической базой на другой планете, на самом деле обман. Небольшая модель прямо перед камерой и полноразмерный павильон прямо за ней. Режиссеры обожают иллюзии. Вот, например, вы видите двух актеров, которые якобы находятся в полноразмерных декорациях. Хотя это не так. Но вы же не станете задумываться о том, что, возможно, это маленькая копия комнаты, а актеры просто находятся на большом расстоянии. Зрительные иллюзии нагружают систему восприятия, которая обычно работает в пространстве. Иллюзии используют нарушение восприятия мира. Обман зрения происходит, когда появляется разница между тем, что видят глаза, и тем, что воспринимает мозг. Именно благодаря такому обману у иллюзионистов получаются фокусы. Привет всем! Я Марко Темпест, фокусник. Вот небольшая зрительная иллюзия. Позвольте я покажу вам, как легко обмануть зрение. У меня есть трехмерный объект и двухмерный. Этот бумажный диск. Если я помещу их рядом, то происходит странная вещь. Посмотрите сами. Начинает казаться, что двухмерный объект стал трехмерным, то есть объемным. Но если мы уберем этот трехмерный объект, то произойдет еще более невероятная вещь. Смотрите. Теперь вам покажется, что куб стал плоским. Вот так. Секрет выкрывается, если посмотреть на фокус с другой стороны. У меня есть трехмерный объект и двухмерный. Этот бумажный диск. В основе фокуса научный принцип построения трехмерного зрительного пространства, которое создают глаза. Все завязано на перспективном зрении. Когда мы впервые фиксируем куб в качестве трехмерного объекта, он таким и остается в нашем сознании, даже если мы смотрим на наклеенные на тротуар полоски. Грубо говоря, наш мозг заполняет пробелы в восприятии и заставляет этот куб быть для нас трехмерным, несмотря ни на что. Наш мир полон зрительной информации. Мост справляется с ней только благодаря накоплению образов, которые помогают не напрягаться каждый раз, видя одни и те же предметы или явления. Свет и тень. Размер, форма объекта и расстояние до него. Мы думаем, что не существует по установленным правилам. Но иногда это в корне неправильно. Посмотрите на эту комнату. Я окажусь намного выше Сары. И это не спецэффект, а невероятная иллюзия. Ведь если я окажусь в другом углу, то уже Сара станет выше меня. В действительности у нас одинаковый рост. Все дело в конструкции этой комнаты. Ведь она не квадратная, а скорее напоминает по форме трапеции. Мы привыкли к тому, что комнаты имеют форму квадратную. Поэтому думаем, что эта комната такая же. Взгляд обмануть невероятно просто. Как только мы видим зон, то сразу же думаем о дожде. Но в такой солнечный день, как этот, нам совсем не нужен зон. Фокусники используют не только наше представление, а погружающиеся объемы. Сейчас вы увидите простейший трюк, который имеет под собой глубокую подоплеку. Добро пожаловать. Я покажу вам фокус с исчезновением карты с помощью этой колоды с синей рубашкой. Идея проста. Я разложу карты перед Сарой и попрошу ее выбрать одну из них и положить ее в центр стола. Так, пожалуй, я выбираю вот эту. Вот эту карту. Замечательно. Сара могла выбрать любую из карт, но она выбрала именно эту, которая сейчас лежит в центре стола. Теперь я попрошу ее перевернуть карту и назвать ее. Тройка трев, отлично. Я кладу ее обратно в колоду и теперь положу ее рубашкой вниз. Теперь щелчок пальцами и рубашка карты Сары осталась синей, в то время как у остальных карт она стала красной. Вот это и есть фокус с изменяемым цветом рубашки. На самом деле, секрет кроется вовсе не в картах. Наш мозг воспринимает лишь малый только представляемый нам формат. во время проведения фокуса произошло целых четыре цветовых изменения. Добро пожаловать. Я покажу вам фокус с исчезновением карты с помощью этой колоды с синей рубашкой. Во время фокуса камера снимает только карты, которые сейчас лежат в центре Стеллен. Мостово Большинство из зрителей не заметят изменений в цвете одежды, скатерти и штор. Этот фокус основан на убежденности зрителя в том, что он видит абсолютно все, что происходит на его глазах. Но на самом деле мы видим не более 10% того, что происходит. Мы не замечаем этого и думаем, что видим реальную действительность, хотя это не так. Мы ведь просто сосредоточены на очень маленькой области на столе. Иллюзии — это не просто форма развлечения. Как только мы видим зонт, они показывают, насколько сильно то, что мы видим, зависит от того, что думает наш мозг. Глаза и мозг взаимодействуют и создают восприятие мира. Но нужны годы, чтобы мозг научился преобразовывать то, что видят глаза, в наделенное смыслом изображения.